Инициатором проекта, который привёл к созданию танка Б-1, был отец танков — генерал Этьен. В 1921 году он составил список требований для танка весом около 13 тонн и орудием, установленным низко в корпусе. Идеей такой машины была борьба с укреплениями противника. Амбразуры в них находились близко к земле, поэтому считалось, что если орудие установлено низко, то получится удобная траектория, чтобы попасть в амбразуру. Что касается ожидания точности танков в 20-е годы, это отдельная история, но идея была именно такая. Также требования содержали в себе двигатель мощностью 120 л.с., 25 мм брони и башню с пулемётами. Этьен рассчитывал на конкуренцию. Он собирался рассмотреть проекты от разных производителей, и выбрать лучшие характеристики машины, чтобы создать один идеальный танк, который потом будет производиться разными компаниями по одним чертежам. Я не нашёл информации, какая полагалась награда за создание лучших деталей танка, но как есть. В итоге свои проекты на рассмотрение предоставили пять компаний. FCM, Шнайдер, Сен-Шамон, Рено и Делане Бельвиль. Последний проект быстро отклонили, потому что это был просто вытянутый танк FT с орудием впереди внизу. К 1924 году были созданы первые прототипы, и на старых фотографиях уже заметны черты семейного сходства между ними и получившимся в итоге Шар-Б. Этьен действительно поступил, как и собирался. Он взял общую форму корпусов Рено и Шнайдер, систему управления, сцепление и дифференциал также фирмы Шнайдер, траки и систему натяжения FCM и подвеску Сен-Шамон. Также было решено увеличить бронирование до 40 мм, а первый деревянный макет был построен в 1926. Реальное производство танка началось только в 1936 году. Причиной такого длительного процесса разработки стали переговоры о разоружении, проходящей в то время в Женеве. Одним из пунктов обсуждения был запрет на технику весом свыше 20 тонн, и Tractor 30, как его называла фирма Рено, совершенно не соответствовал этим требованиям. Запасным планом был танк D2. Если бы соглашение всё же было бы принято, то строился бы D2. Если нет, то B1. Также в проект было внесено ещё одно обязательное изменение. Когда кто-то подумал, что этот танк должен уметь сражаться ещё и с другими танками, и одних пулемётов недостаточно. Решением было создать новую башню, чтобы установить туда 47-мм пушку. Итоговая машина B1 задумывалась как промежуточная на пути к B2 и B3. Но, учитывая перевооружение Германии, было разумно просто строить то, что французские фирмы уже были готовы производить. И поэтому единственной модификацией стал танк B1 BIS. У него была усиленная броня толщиной до 60 мм, и это как раз танк позади меня в музее в городе Самюр. Вот такой вот запутанный способ сказать, что это машина, на которую мы посмотрим в этом эпизоде. Если вы вдруг ещё этого не поняли по названию видео. Форма танка очень напоминает о конструкции британских машин Первой мировой с траками, идущими поверх корпуса. Сам корпус клёпанный, а это значит, можно легко рассмотреть толщину брони. 60 мм при хорошем для того времени наклоне. Также видно большую бронерубку механика-водителя, и она была действительно нужна. Несмотря на то, что танк выглядит громоздко, на деле он не такой большой. Ленивцы большие и открытые, но это хотя бы значит, что танк хорошо преодолевал препятствия, потому что гусеница сильно выступает за лоб корпуса. Ближе к центру установлена фара под бронированным кожухом, а ещё дальше табличка производителя — Рено. Под ней расположен номер машины — номер 81. Наконец, справа находится 75-мм пушка, зафиксированная по горизонтали, и вы видите, что корпус машины под орудием отодвинут назад, потому что, видимо, ничьи ноги там не должны были находиться. Но через нос корпуса проходит усиливающая балка. Если смотреть на танк со стороны борта, видно, какой он вытянутый. Машина длинная и могла преодолеть ров шириной почти 3 метра. Как обычно, натяжение гусениц регулируется с помощью ленивца в передней части. Болт здесь уже выкрутили, убираем бронированную пластину и видим большой винт. Это червячный привод, очень похожий на оригинальную конструкцию на FSM. Просто поворачиваете винт, и он переместит ленивец, регулируя натяжение. За отверстием для натяжения гусениц находится единственное окно для сброса грязи с траков гусеницы на обратном ходе. Сам возврат осуществляется только по опорным уголкам. Трение и шум прилагаются, и нет поддерживающих гусеницу катков. Траки старой школы очень похожи на траки бульдозера «Холд». Всего 63 звена. Центральных направляющих или гребней траков нет. Каждый каток удерживается на дорожке с помощью реборт, охватывающих её с обеих сторон. Сами катки собраны попарно и объединены тележками по две пары. Снизу точка доступа к обслуживанию тележек. Дальше можно видеть большую решётку радиатора. Такая решётка установлена только на левом борту. Конструкция танка несимметрична. Изначально считалось, что это будет уязвимым местом для огня противника. Но так как после боевых оценок было слишком мало, было решено, что это не будет проблемой. А вот что вы, скорее всего, не заметили, потому что я увидел их только когда лично подошёл к танку, это маленькие габаритные огни. Один в задней части машины, и один в передней, соответственно. Красный и белый, и они просто обозначают габариты машины в тёмное время, чтобы избежать столкновения. Наконец, позади бронированного фальшборта видно очень большое незащищённое ведущее колесо. По две пары зубцов с каждой стороны. Если сравнивать борта танков, асимметричность конструкции заметна, так как на правом борту отсутствует решётка, а вместо неё установлена большая тяжёлая дверь. Хорошо видно, какой толстый здесь металл, поэтому, когда приходилось выбираться под огнём, дверь также хорошо выполняла защитную функцию. На корме танка деталей не очень много. На слегка покатой корме установлены выхлопные трубы. Конструкция выхлопной трубы менялась за время производства танка. На вертикальной части кормы находятся крюки, к которым крепилась буксировочная цепь. Тяговые серьги крепились здесь, а на ранних моделях «Шар-Б-1» снизу был буксирный крюк для прицепа. В баке помещалось 400 литров топлива, на которых танк проезжал около 200 километров. Это сочли недостаточным. По задумке, прицеп должен был ввести дополнительные 800 литров топлива и, возможно, 50 литров касторового масла. К этому мы ещё вернёмся. А также 100 литров других масел, несколько запасных траков и деталей. Это была полная катастрофа, поэтому в 1936 году от идеи отказались. Но в последующие десятилетия вопрос использования прицепов поднимался в разных странах примерно с таким же успехом. Можете поискать информацию о рототрейлере. Больше ничего здесь нет, поэтому давайте взглянем на систему управления. Повторюсь, что конструкция несимметричная. Подо мной находится проход. Он ведёт от двигателя к системе управления и коробке передач. Люк сзади можно открыть только изнутри танка, но, похоже, он подпружинен в обратную сторону. Можно увидеть, что рукоятка соединена с зубчатой шестерёнкой. Снизу находится пятиступенчатая коробка передач и система управления «Неддер». Это гидравлическая система, работающая на касторовом масле. Такая необычная система использовалась из-за фиксированного по горизонтали орудия, поэтому приходилось поворачивать весь корпус, чтобы навести орудие. Для гидравлической системы использовалось касторовое масло. Это не та касторка, которая применяется в медицине. И этот факт большинство экипажей совершенно упустили. Проблема в том, что медицинская касторка теряет свои смазочные свойства при температуре выше 80 градусов Цельсия. Это привело к тому, что многие танки выходили из строя из-за неправильного масла, поэтому его репутация как надёжного танка пострадала. И это досадно, потому что при использовании правильного масла система была очень надёжной, но вы бы об этом не узнали, если бы слушали французское правительство. Они очень гордились этой разработкой и считали её большой военной тайной. Поэтому, чтобы отбить желание других стран копировать систему, французы специально делали заявление и подчёркивали ненадёжность конструкции, хотя на самом деле они были полностью довольны. И действительно, многие принципы до сих пор используются сегодня в танке Leclerc. Моторный отсек очень широкий, думаю, это одна из довоенных машин, на которой мог вздремнуть весь экипаж. Большая часть полезной площади занята старым добрым домкратом слева. Он большой, и можно увидеть, что удерживается он с помощью небольшого храповика. Очень простая система. С другой стороны танка находятся люки доступа к двигателю, но это не единственный способ до него добраться. Так как прямо подо мной находится проход, двигатель можно обслуживать изнутри. Итак, мы рассмотрели танк снаружи, а на интерьер, как обычно, взглянем во второй части. 25 миллиметров брони, защита от газовой атаки… У вас бывают моменты, когда в голове вдруг совершенно пусто? Он весил более семидесяти, а один А… Вижу, вы качаете головами, снова идут дети, да? Кому интересно, мы пытаемся снять вступительную часть уже 45 минут, и каждый раз мы сделали ужасную ошибку, приехав сюда во время школьных каникул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА